Ребятушки, всем привет! Всем привет! Приветствую на канале Токси Кул! ФБР на связи, как вы видите, я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канал, поддержку харьковчанина. Готовьте чаевку, ляля-кебаб, и мы стартуем. Ради садиков, погнали! Так, ну что, ребятушки, вышел, решил пройтись. Смотрите, кто-то лежит, ноги чьи-то. Нормально. Я думаю, не стоит беспокоить. Все хорошо, сейчас собачки еще подбегут, ссык-сык сделают, припудрят носик им, и все будет хорошо. Строительный работает, ребят, кого интересовало. Может, это строитель какой-то уже. Ну, но сейчас тепло и хорошо на улице. Не на дороге ж. На травке, на газоне, по-европейски. Типичный англичанин. После брекфеста, да, вот это его немножечко так подростком орыло. Цена вам, малиха. Десант, пивасик. Тушеночку кошачью куплю. Котофеич прибежал кушать. Киселечек, приятного аппетита. Ребятушки, делайте добро. Хвори добро. Как вот в той песне, да? На всей земле. Хвори добро. Та-та-та-та-та. Офисы работают на удаленке. Кто-то вынес свое офисное кресло. Никому не надо бесплатно, ребят. Возле стадиона стоит забирать. Такой раз, фоточку и Войлэкс, да, на продажу. Под перешивку, под перебивку. Тут вообще никого не могу видать. Вообще, ребят, кто-то косметичку потерял. Голуби только. И все. Парит так вообще с травой. Бабушки чилят. В домино, карты, самогончик. Все как обычно. А детей шо-7. Детки гуляют. Ну, тут все детки гуляют. И вот тоже детка, видите, как на чиле. Говорит, что он какой-то генерал. Кто с котомкой, кто с мешком. Все пиздец с мешком. Видали, с тачечками бабуля выживаются. Вот так. Церковь наша красивая. Видите, какая клумбочка, аллейка красивая, да? Тут тоже вид суперовый. Видите, люди с чемоданами уезжают с города. А вы говорите, кто приезжает, кто уезжает. Распродажа, бараховочка. Что-то ремонт. Батя, ножовку продают. С фуру. Видите, кто-то что-то спрашивает. Кому-то что-то нужно. Какой-то ножик, кинжал. Пожалуйста. Такая обстановочка. Очки. 100 гривен, 60 гривен очки. 40. Детки в кафе сидели там. На углу. Потихонечку люди приходят в себя. Гляньте, Лесопед продаются. 7999. Попед шоу. 13. Почти 14. Нокия до сих пор есть такие, ребят. Прикиньте. Я не знал, что Нокия продают. Моторолы. Базарчик, ребят. Рыбочки, ребят. Золотушки. Кстати, причем попугайчики. 800 гривен. Такие девчата. А хлопчик. 850. Неразлучнички. Вон 800. Хотя тоже на чемоданах. Самые красивые мусорники это в Харькове. Смотрите, ребят. Оп. Слышка, штучка 180 гривен. Базарочка тоже. Давайте по 45 что-то. На прогулке. По-харьковски. Кота какого-то в коробке несут. Косточки. Смотрите, какой энергетик. Боля. Так, ребятки. Если кто переживал, иду обратно. Он уже на другом. Вот и он. Пудрящий к носу. Главный, да? Зевсунь. Привет, привет. Ой, ты хороший. Дорогой родной собакиевич. Пишут, что там зубики, ребят. Кто понимает. Видите, вот передний черненький. Ну, кто ему будет пломбы кто-то ставить. Или что вы там писали в комментариях. За Зевсунью. Что, ставят пломбы собакам? Что они делают? Зевс, скажи, какие пломбы, да? Мы боимся стоматологов с тобой. Как все мужики настоящие. Правильно я говорю? Все, видите, стоматолог и текать. Так, ну что, ребятушки. Все в порядке вроде бы с тем типочком. Потому что, видите, я шел туда. Он лежал на спинке. Отдыхал на спине, да? Пузико проветривал. Ну, собственно, загар-то нужен. Я же вам говорил, мы сколько просидели в домах, в погребах, в убежищах и так далее и тому подобное. Вот человек ловит витамин D, лежит на газоне. Ну, как истинный англичанин. Видите, по-другому не скажешь. Короче, на позитиве надо быть, ребятики. Шел обратно. Как вы видите, чувак уже спит на другом бачке. Все, он уже на бачок прилег. Ну, потому что, если лежать, кто не в курсе, все время на одной стороне, то могут быть пролежни. Да и простудиться можно, хотя и жара на улице, собственно говоря, погодка вообще топовая, как вы успели увидеть. Клумбочки вообще убранные, цветочки посаженные. Люди сами видели. Кто с котомкой, кто с мешком. Что-то с чемоданами начал часто я видеть людей на улице. Я не могу понять, то ли эта часть возвращается уже, то ли они куда-то едут. Напишите в комментариях. Ну, вы сами по факту видите, что каждый день практически люди с чемоданами где-то шуруют. До этого такого просто-напросто не было. Ну, вот не ходили люди по улице с чемоданами. Сейчас вот они начали ходить с чемоданами. Дальше. Встретил ребятки братишку своего. Он работает в охране, ну, друг. Я всех так называю, там, да, нормальных, так скажем, здравых хлопцев, вот, адекватных. И знаете, что он мне рассказал? Вы, наверное, все слышали, что сейчас же новость, какая у нас одна из таких новостей, что те, кто, ну, как говорится, сами знаете, куда могут пойти, те, получается, в охрану не могут идти работать. Ну, потому что, типа, если ты там здоровый и так далее, и тому подобное, какая охрана, ты нужен там, где ты нужен. Вот. И получается, какая ситуация. Значит, попереименовывали, то есть смеканули вот эти, представляете, наши магазины, так скажем, супермаркеты и так далее, и тому подобное, и попереименовывали название просто охрана. Это был раньше охранник, теперь это не охранник. То есть в АТБ теперь планируют сделать, если еще не сделали, аннуляторы будут, то есть там же они как, аннуляция, аннуляция постоянно, да, говорят. В супермаркете класс я был там, ну, там, где большой супермаркет класс на Гагарина. Может, кто-то видел, напишите в комментариях. Я там видел охранников, у них не написано охранник, там что-то написано уже какое-то большое другое слово. Ну, там такие хлопцы, конечно, заряженные, вот. Кто смотрел видосик, или я еще, может, не выкладывал. Ну, короче, ребят, вы, кто был там, тот, как говорится, в курсе. Там, конечно, пацаны такие, как на подбор, вот. И у них по-другому, я сразу обратил внимание, вот. У них по-другому написано, я еще и думаю. А я, у них форма какая-то, во-первых, интересная стала. И такая надпись сзади, и они такие, знаете, как вот у скачалки пацаны там стоят. Вот, так что такие дела. Тоже похоже, что их переименовали. Чудо-маркете, кто знает Чудо-маркет, да, то есть сеть такая есть, да, по Харькову. Там вроде бы будут теперь контролеры, так называемые, как мне сказал вот этот знакомый, в общем, дружбан, да, что будут контролеры там теперь, по его мнению, как он мне сказал. Вот такие ноу-хау, представляете? То есть контролеры, аннуляторы. А вот те, вот я забыл, там еще третье какое-то слово. Ну, короче, не охранники. Все, кто угодно, только не охранники теперь, получается. Вот такие, ребят, дела. Ну, потому что, наверное, они просто-напросто, я не знаю, напишите в комментариях, вообще они сейчас в состоянии найти себе охранника или нет. Или попробуй сейчас и найди еще охранника, чтобы работал, устроился и так далее, и тому подобное. Зевсунку тоже решил подкормить, ребятки. Зевсунка, конечно, глотает бегом-бегом все. Спасибо, ребят, всем, кто помогает. Да, Зевсун? Зевсунка бегает весь в делах, думает, ну-ка, сейчас еще что-нибудь вкусняшечку Санючек какую-то даст. На проверках. Там миску проверил, там миску проверил, там дедовал проверил. Сейчас покажу, какие-то бандиты проверяют, проверяют. Зевс, ну что, не прибавилось там? Ты быстренько все топтанул? Так что такие дела. Всем, кстати, огромное спасибо, ребят, кто помогает. Бывает, удается купить такие, как обрезочки, знаете, то с жиром, то с мясцом немножечко, то что-нибудь еще по акции, по дешевке где-нибудь найти, чтобы Зевсу все-таки ему нужна нормальная еда. Вообще, по хорошим делам, конечно, покупать бы ему какие-то там говяжьи обрезки, но вы вообще представляете, сколько они стоят. Вот есть обрезочки там в свежине бывают, такие маленькие, да, и в мясном. Именно такое там, где плева, вот это вот идет, такой жирочек немножечко, вот. И вот это вот по цене более-менее адекватно, тогда я могу позволить как бы Зевсу приобрести. И косточки, вот это он любит, но стараюсь такое что-то мягенькое, вы поняли? Куриные там спинки, вот такого характера что-то. Вот там где возле хвоста вот эти вот спинки, вот это хорошо. Там и кости такие, что режутся, да, то, что надо, в общем. Хотелось бы в этом видео сказать огромное спасибо подписчику за донатик. Вчера прилетел донатик, огромное от души спасибо, кто поддерживает. Вы сами знаете, да, что у меня, может, так потихонечку и насобираем долг за свет. Позвонили, что могут вырубить, короче, свет, либо же получается там куда-то, часут, что-то такое может быть. В общем, надо потихонечку платить, потихонечку буду собирать какую-то сумму, вносить и гасить долг. Я думаю, как минимум надо за свет погасить долг. Газ, то понятно, там вообще как бы сумма немаленькая. Но, чтобы свет был. Многие пишут, зачем ему свет? Ну, как зачем свет, ребят? Свет это такое, что можно включить, там, телефон зарядить, компьютер, там, Wi-Fi, там, интернет, так скажем, ну, как вообще, видео там как-то надо там же вам же смонтировать, выложить там рыбкам, компрессора работают, вот эти лампочки. Ну, рыбки мало потребляют, в основном потребляет, как бы, свет и стиралка, которая уже давно у меня поломалась, сами вы знаете, а вот эта харьковчаночка, которая выручает, ну, она, конечно, мотает гораздо больше, чем вот эта вот стиралка, которая была нормальная. Ну, харьковчаночка, это маленькая пластиковая такая, ну, я показывал в своих видео. А на той, она задымилась, у нее, получается, подшипник вышел из строя, там вообще уже все вышло из строя, я уже все, что можно, перечинил, вот теперь пришло время подшипника. Уже там и помпочки менял, что только там не менял, ну, кто смотрит мой канал, давно тут знает. Вот. Так, она просто уже, как говорится, от времени износилась. Конечно, по хорошим бы делам, купить какую-то новую, либо ушную стиральную машинку. Но, ребят, сейчас не время. Сейчас самое главное, это вот со светом разобраться. И, чтобы было, как говорится, зевсуне что-то покушать и всем животным, моему мини-зоопарку. Так что, такие дела. Вот. Так что, ребятки, такие новости, тревоги, собственно говоря, есть. Вообще, говорили только, что мне, ну, сегодня, да, с утреца знакомые, что слышали какие-то, собственно говоря, бабахи, очень громкие. Я не знаю, ребят, я не слышал. Ночью был дождь, ночью был дождь, и я, получается, видоси там вам, как всегда, монтирую там, часов до трех ночи, а тут дождик пошел, я смонтировал и засну. Вот, такие дела. Поэтому я спал, я не слышал. Вот. А люди рассказывали, говорили, что слышали, как-то не слышал, а Гэпала говорит, так, что ты шел. Так что, такие дела, так и живем, ребятки. Держимся. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем, по промокоду ТОКСИКУЛ-21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.